Степь. Прекрасная и огромная Донская степь, простирающаяся вокруг на десятки и сотни километров. Здесь, в пойме реки Хопер, на песках и меловых отложениях, сформировалось так называемое псоммофитное растительное сообщество. Проще говоря, это растения, которые предпочитают песчаный грунт. И важной частью этого сообщества являются насекомые. Одни из самых характерных представителей песчаных степей – муравьи-бегунки катаглифы Сайнесценз. Сегодня мы поближе познакомимся с этими удивительными насекомыми и узнаем много нового из их непростой жизни в песчаных донских степях. С вами Димон и Пумба. Поехали! Степь оживает ночью. Днем под испепеляющим солнцем находиться долго без тени и воды практически невозможно. Большинство животных скрывается в норах. Насекомые стараются закопаться или спрятаться под листьями степных трав. Стоять на жаре трудно, а прыгать и бегать на жаре невозможно. Организм без совершенной системы охлаждения, вроде той, что есть у нас, моментально перегревается, а организм, имеющий такую систему, очень быстро теряет влагу, выходящую с потом. Поэтому даже те немногие, кто остаются на поверхности, стараются лишний раз не передвигаться без надобности. Степь просыпается вечером и бодрствует до раннего утра. Все страсти кипят ночью. Именно поэтому обывателю дневная степь может показаться безжизненной. Итак, степные хищники выходят на охоту под вечер. И максимальный пик конкуренции за любую белковую еду достигается именно ночью. Именно поэтому, чтобы его избежать и собрать как можно больше вкусной питательной добычи, катаглифисы приспособились охотиться днем. И для дневного образа жизни нашим героям потребовалось выработать немало интересных адаптаций. Первое, что сразу замечаешь, наблюдая за катаглифисами, их невероятную по сравнению с другими муравьями скорость передвижения. Моя камера с частотой записи в 60 кадров в секунду едва ли улавливает движение их лапок. Это видео вы сейчас видите без ускорения. И только посмотрите, как проворно бегунки выбрасывают из гнезда песок, перебирая своими передними конечностями. Как вы понимаете, быстро бегают они не просто так. Связано это не только с тем, чтобы быстрее найти добычу и вернуться в гнездо. Мы уже говорили, что катаглифисы муравьи псомофилы, то есть они предпочитают песчаные степи и пустыни. А песок это по сути кварц. И каждый, кто был на морском или речном пляже в обед, прекрасно знает, насколько он горячий. Чем быстрее муравей бежит, тем меньшее количество времени его ноги касаются раскаленного грунта. И соответственно, тем меньше он нагревается. Такая черта свойственна почти всем пустынным видам. И наши бегунки, хотя и живут не в таких жестких условиях, как их собратья из Африки. Тем не менее, и они обладают этой характерной поведенческой адаптацией. Вторая особенность, которая сразу бросается в глаза, это глянцевый хитин. Блестящий и переливающийся всеми цветами на палящем солнце. Чем больше отражение света, тем меньше нагревается муравей. На самом деле, южные собратья инесценсов пошли куда дальше в этом вопросе. Так, например, муравьи категлифис бомбицина полностью покрыты густым покровом из волосков серебристого цвета, что помогает им отражать еще более значительную часть тепла и, соответственно, еще меньше нагреваться. На что не пойдешь, когда за окном плюс 50? Еще один хороший пример – австралийские муравьи рода Иридомирмекс. Они вообще интересно окрашены и переливаются то розовыми, то серебристыми цветами, но принцип там примерно схожий. Чем лучше хитин отражает свет, тем интереснее играет их экзоскелет на солнце. В случае Иридомирмексов больше лишь разнообразия цветов. Инесценсы, опять же, живут в менее жестких условиях, чем вышеперечисленные товарищи, и столь значительных морфологических адаптаций не имеют. Именно поэтому они черного цвета, который не столь хорошо отражает свет, чем более светлые оттенки. Наконец, приспособленность к дневному образу жизни прослеживается у бегунков даже в аспекте размножения. Еще одна интересная особенность катаглифисов – их своеобразный брачный лед. Хотя самки катаглифисов и имеют крылья, как у большинства нормальных муравьев, тем не менее в жизни своей они ими так ни разу и не воспользуются. Все происходит на поверхности. Матки очень быстро разбегаются от материнского муравейника, ищут самцов, а после оплодотворения ищут себе новое укрытие. Зачастую самки не самостоятельны, и в искусственных условиях для гарантированного поднятия семьи новоиспеченным королевам подбрасываются коконы, чтобы они имели помощников при поднятии первого поколения рабочих. Поймать матку бегунка ой как непросто. Хотя все действие и происходит на земле. Брачный лед бегунков обычно начинается в самый разгар июньской жары, и чтобы не расходовать колоссальное количество влаги и энергии на полет, самки просто разбегаются по степи. Королевы бегунков невероятно быстрые, а если ко всему этому прибавить то, что я говорил в начале видео об активности животных в степи, становится понятно, что ловля самых бегунков не такая уж простая задача. Однако еще сложнее бывает найти коконы для подсадки к королеве, ведь катаглифисы размножаются отводками, а муравейники их располагаются зачастую вовсе не у поверхности земли, и тому есть несколько причин. Катаглифисы живут по сути дела в пустыне. Дело в том, что песчаные степи практически полностью сухие. Особенность песка в том, что у него практически отсутствует капиллярный эффект. Его частицы слишком крупные, чтобы подсасывать воду из глубин на поверхность. Вся вода, попавшая в почву, проникает вглубь, к горизонту так называемых подвешенных вод. И чтобы хоть как-то выжить в песчаной степи, нужно до него докопаться. Катаглифисы роют очень глубокие муравейники, и это одна из характерных черт этих муравьев. Фетончики, так в старой литературе называют муравьев-бегунков, строят поистине огромные муравейники, а семьи их порой насчитывают десятки тысяч особей. Помимо различных адаптаций к жаркому климату, дневной образ жизни привел к еще одной интересной особенности у катаглифисов. Фуражеры этих муравьев способны воспринимать широкий спектр световых волн, включая ультрафиолет. Ученые считают, что это помогает им ориентироваться по Солнцу. Ну и самое интересное, о чем невозможно не упомянуть, исследование, несколько лет назад возбудившее разом весь интернет, от настоящих ученых-мермекологов до любителей теории заговора и коллективного интеллекта пчел. Оказалось, что муравьи способны считать свои шаги. Причем не просто считать, а оперировать целой сложной системой чисел, чем-то похожей на римскую систему. Это очень интересная и обширная тема для изучения, которая на самом деле требует отдельного видео, но пару интересных ссылок я в комментариях закреплю. Однако нам важно то, что именно бегунки умеют это делать особенно хорошо. Ведь, как мы знаем, для большинства муравьев главным путеводителем в привлечении помощи при поиске еды и в различных других ситуациях являются запаховые тропы. На песке их оставлять попросту бессмысленно. Песчинки, помеченные феромонами, через несколько секунд сдует, и муравьи попросту не смогут прийти к обозначенной разведчикам цели. Вот и пришлось им считать расстояние до пищевых объектов или других важных точек на карте с помощью количества пройденных до них шагов. В совокупности с ориентированием по солнцу это дает невероятно точные результаты. Как же ученые выяснили, что муравьи способны считать? Очень просто. Они сделали нескольким разведчикам эдакие микроходули, что увеличило каждый шаг муравья. И вдруг привлеченные этими разведчиками рабочие начали бегать слишком близко. Как вы понимаете, разведчик бегунка передавал то количество шагов, которые он прошел до добычи. Но для рабочих это количество шагов было недостаточно, чтобы дойти до объекта, ведь их шаги были меньше. Вот такой вот получился курьез. Тут и стало понятно, что бегунки считают количество шагов до объектов. Конечно, в природе над катаглифисами так никто не издевается. И на самом деле они являются одними из лучших охотников, что я видел. Да и вообще, найти более неприхотливого к пище муравья, думаю, будет довольно непросто. Бегунки непривередливы к еде. Углеводы они получают доятлеи червецов, но растительность степи во второй половине лета скудна, а большинство растений высохшие. Так что основной источник их энергии – белковая еда. В основном это насекомые и иногда мелкие животные. Так что катаглифисов без всяких зазрений совести можно назвать настоящими хищниками. Фетончики – непревзойденные охотники. У них нет смертоносного жала, огромных мандибул, но они поистине агрессивны и всегда действуют очень слаженно. Там, где я наблюдал большие скопления их муравейников, было реально меньше других насекомых. Просто физически меньше. На этих участках не было гнезд бумажных хоз, наездников и других перепончатокрылых. Также значительно меньше прыгало из-под ног кузнечиков и кобылок. К слову, последние, насколько я убедился, являются излюбленным лакомством для катаглифисов. Уж больно они упитанные и питательные. Но и на других насекомых бегунки не брезгуют охотиться. Вот пара разведчиков уже окучила и пытается транспортировать в гнездо осу. Несмотря на превосходство в размерах и наличие жало, она едва ли устоит перед твердым и слаженным напором этих маленьких рейдеров степей. У зрителя может возникнуть логичный вопрос. Почему же они до сих пор не выдавили все остальные виды муравьев? Ну, во-первых, с муравьями тягаться гораздо сложнее, ведь другие виды, вроде сервиформик или лазиусов, тоже действуют сообща. А некоторые, вроде раптиформик рабовладельцев, вооружены и активно пользуются кислотой. Но основным фактором сдерживания является среда обитания катаглифисов. Фетончики – облигатные псомофилы, и в лесной местности или на лугу их никогда не встретишь. Там они попросту беспомощны, так как практически не умеют лазать по горизонтальным поверхностям. Вот так за скорость передвижения приходится чем-то платить. Муравьи-бегунки заняли свое законное место в наших степных экосистемах. Ну а для тех, кто хочет содержать действительно интересных муравьев, крайне рекомендую их к приобретению или поимке. Я сам недавно обзавелся молодой семейкой катаглифисов. И совсем скоро на канале выйдет видео об обустройстве большого пустынного террариума для них. На сегодня это все. Надеюсь, вам понравилось видео о песчаных бегунках катаглифиса Innocence. Надеюсь, вы оцените это видео лайком и подпиской на наш канал. Не забывайте о наших социальных сетях – Дискорд, Телеграм, ВКонтакте. Все ссылки вы найдете в описании к видео. До новых встреч в Донских степях! С вами был Димон и Пумба, да пребудет своя матка, и всем пока!